никакая история не может стать предметом общественного внимания если в ней не отражается что-то что для общества важно конкретные обстоятельства могут пониматься неправильно вообще все это может быть не так как на самом деле но если люди что-то обсуждают значит они обсуждают какую-то важную проблему под любым ситуативным псевдонимом что важного в истории с арбатским мальчиком но напомним немножко историю с арбатским мальчиком потому что все это забывается довольно быстро мальчик читал стихи возле станции метро арбатская его схватил полицейские трое двое мужских полицейских и один женский полицейский потащили о ввд его там не то маму не то мачеху значит опихнули и потом через некоторое время поскольку шум поднялся очень большой а почему поднялся шум потому что это было снят его отпустили перед родителями извинились но и дальше пошла обычная административная лесгинка когда любой более-менее шумный скандал используется одним ведомством для наезда на другое ведомство внутри самого ведомства тоже используется для того чтобы с одной стороны снять себя ответственность другой стороны перекинуть ее на кого-нибудь другого поэтому там следственный комитет проверяет мачеху мальчика одновременно следственный комитет проверяет мвд мвд проверяет себя внутри себя значит то ли взыскание накладывает на этих полицейских то ли наоборот поощряют за правильную работу в общем всякая суматоха официальные лица делают официальные заявления шуму страшно много что здесь интересно ну во первых масштаб шума это обозначает что затронут какая чувствительная струна чувствительной струны тут две во первых полицейское насилие которому на самом деле толерантность в обществе ниже чем принято думать во вторых дети дети это триггер это понятно как и квартиры квартиры это тоже триггер две святыни есть у современного россиянина желая недвижимость и дети и то и другое лучше на самом деле не трогать что еще мне показалось ужасно характерным и заслуживающим внимания поскольку обсуждение идет нынче в основном социальных сетях куда политическая общественная жизнь во многом переместилась то буквально через пару тройку часов после того как стало понятно что это очень высокая медийная волна что люди это тревожит появилась армия ботов то есть просто армия я как человек присутствующий в сети давно в общем что называется старожил не припомнит страдать такие люди чья основная функция это не припоминать они никогда не припоминают вот я тоже не припоминаю чтобы до такой степени по неполитическому вопросу прибегала вот именно огромное количество этих самых комментаторов с определенного рода комментариями с какими что они пишут они во первых действуют по принципу распыления информационного потока это хороший прием если есть какая-то версия которая вам не нравится вы не оповергаете ее своей а вы даете три другие версии значит ничего не было это все провокации постановка мальчик собирал милостыню значит мальчик на самом деле беспризорный его родители антиобщественные люди приехавшие из киева и живущие в незарегистрированном браке мне приходилось самой читать такого рода комментарии и самое главное по объему я думаю что занимающие первое место это люди которые пишут а так и надо так и правильно в америке бы еще не то сделали типа перестрелили на месте полицейские поступили хорошо что такое вот это вот автоматизированная активность какое какой цель она преследует но она преследует цель с одной стороны сбить эту волну общественного возмущения направленную против полиции и направить ее в какие-то другие стороны в частности создать впечатление какой-то массы вот этого вот дикого варварского народа который говорит до этих детей вообще убивать надо после этого идет вторая волна постов уже от настоящих людей всякой грамотной и прогрессивно мыслящей публики которая говорит слушать а ведь сколько людей считает что это правильно ведь это же ужас людям кажется что так и надо это не люди никакие а это боты почему я считаю что это вот и как вообще отличить бота от не бота значит небольшой термологический экскурс в сети бывают гуманоиды то бишь люди как мы с вами бывают боты бывают тролли тролли это бывшие люди которые одичали от долгой сетевой жизни и подсели на питание отрицательной энергии тролли это те кто пишут по доброй воле совершенно забесплатно нечто что должно вызывать отрицательную эмоциональную реакцию они собирают каким-то образом питаются ею как у них устроим психический процесс я даже сейчас не буду углубляться в это единственное что если вам удастся увидеть тролли в виде так называемом оффлайне для них характерна специфическая нездоровая полнота они такие какие-то расплошные не знаю почему так вот этот роли но тролли это люди просто деградировавшие боты это не люди боты бывают автоматически а бывают не автоматически бывают так сказать люди исполняющие обязанности ботов за какую-то там зарплату про фабрики типа ольгина все слышали существует такого же рода фабрики на службе например судя по всему правительство москвы значит чем они отличаются от всех остальных людей что во первых типовые комментарии стандартные тексты которые подвергаются копипасте во вторых если к вам в комментарии приходят незнакомые вам люди которые раньше к вам никогда не ходили и вдруг начинает высказываться по этой конкретной цели очень по этой конкретной теме очень великая вероятность что это тоже боты если у человека у пользователя скажем так имя не похожее на человеческое имя или наоборот какой такой странное гладкое имя типа иван александров александр иванов что такое в профиле нет фотографий и еще один очень странный но очень характерный признак единственная информация о себе которая есть у него в профиле это информация о высшем образовании указано какой-то вуз я не знаю почему эти делают видимо это у них какая-то вот методика на самом деле когда как положено в наше счастливое время тайное станет явным у нас тайна становится явно приблизительно в течение нескольких месяцев а так вот когда мы еще больше будем знать об этих фабриках чем мы знаем сейчас все будут потрясены тем какое количество так например злорадствующих украинцев людей постящих какие-то кровожадные фотографии когда кто-то умер вот сколько этого всего были вообще никакими не людьми то есть какое количество объема вот этого дискурса в котором мы находимся было занято не гуманоидной составляющей тогда всем станет стыдно даже может быть мне потому что возможно я преуменьшаю еще масштаб этой проблемы что из этого всего следует помните такую вещь значит задача этих фабрик ботов они просто в каждой конкретной ситуации там какую-то провести версию их задача в принципе вызвать недоверие к обществу к людям к соплеменникам вашим не побоюсь этого слова внушить вам мысль что вы окружены кровожадными идиотами снижение уровня доверия вот их основная базовая задача все остальное ситуативно а вот этим они заняты всегда я напомню в завершении этой мрачной повести пробившуюся на поверхность фейсбучной жизни историю про то как тетенька гуляла в гуме по моему ее пригласили на счет пройти участие в пройти тест поучаствовать в опросе ожидавали какие-то вопросы по литературе и снимали ее при этом а через некоторое время она обнаружила очень сильно порезанные и смонтированные кусочки из своих ответов в сюжете на первом канале о том что молодежь совершенно не знает русского языка и литературы не на такой пушкин там что-то такое в этом роде то есть что происходило ловили людей что там их спрашивали подлавливали на неправильных ответах вырезали то что им нужно и монтировали нечто что должно было производить вот тут ужасающие впечатления на первый канал под влиянием скандала открестился от этой студии которая производила говоришь мне тут ни при чем но это понятно я не я уж не моя это уж без этого никак значит сюжеты типа шокирующий эксперимент никто не подошел к упавшему на улице человеку или там такой там добрый булочник раздавал всем бесплатно булки а теперь его все ненавидят но считают что на этом наживается репортаж кого-то там где-то там журнале огонек это все проявление вот этого такого рода общей тенденции просто имейте это в виду когда вы видите что-то что вас наводит на мысль все люди сволочи подумайте что скорее всего это снято условным первым каналом и написано на условной вольтинской фабрики из этого не следует что мы с вами окружены исключительно людьми высоких нравов и добродетели но еще раз когда вам что-то такое целенаправленно внушается отойдите на один шаг назад и подумайте скажите про себя кодовое слово первый канал и как он любое другое кодовое слово подумайте откуда чуть-чуть их так много почему они пришли именно к вам а почему именно это говорят все как заведенные что вам хотят показать задумайся над этой басней читатель и тебе станет не по себе